День добрый, это небольшая видеоинструкция по работе с ND-контроллером, мой собственный скрипт, который я написал для того, чтобы ускорить и автоматизировать редактирование кривых в ригах в программе Autodesk Maya. Для того, чтобы установить скрипт после того, как вы скачаете архив, папку ND-контроллер кладем в папку scripts, которая находится в корне Maya, либо переходим в папку версии Maya и тоже кидаем в папку ND-контроллер, в папку scripts. PNG-картинку кидаем в версию Maya, Prefs, Econs, дальше либо создаем кнопку самостоятельно, либо файл drag-and-drop кидаем в поле Maya, кнопка создастся на выделенном в данный момент полке. Вкратце расскажу про инструментарии. Здесь есть кнопки для создания кривых. Всего предзаготовлено 54 варианта. Есть функции для редактирования кривых, для изменения цвета, для подмены кривых, добавления кривых, то есть добавления шейп под одну трансформу, комбайна шейп под одной трансформой. Также есть функция для переименования объектов, сохранения созданных нами кривых и инструмент для mirror-контроллов. Так как сам скрипт получился довольно комплексный и объемный, я понимаю, что не все его отдельные функции могут быть одновременно однаково полезны. Я решил разбить этот скрипт на подскрипты, так что можно отдельно скачать скрипт для создания кривых, отдельно скачать скрипт для их редактирования и также можно скачать отдельные функции для отдельных... Давайте рассмотрим работу MD-контроллера на примере простейшего рига из Advanced Skeleton. Если мы выделим в сцене какой-то контролл и нажмем на кнопку создания контролла, то у нас подменится шейпа. При этом трансформа останется той же самой. Если у нас в сцене ничего не выделено, мы нажимаем на кнопку создания контролла, то просто создается контролл со своим именем в мировых координатах. Если же мы хотим создать контролл поверх другого контролла в каком-то определенном месте, мы выделяем этот контролл, нажимаем галочку контролл и создаем контролл в мировых координатах. Но это может быть неудобно, что у нас где-то в мировых координатах просто висит контролл, поэтому здесь есть галочка групп. Если мы хотим создать контролл сразу в группе, то он создается во фриз-группе, в экстра-группе и с группой под ним. Это очень удобно. Наличие верхних и нижних групп очень сильно помогает в арике. Также если мы хотим сохранить цвет выделенного контролла, чтобы он достался новому созданному контроллу, можем отмести галочку color, и цвет перенесется с выделенного контролла. Без галочки control, галочки групп и color работать не будут. Если мы создадим кривую в мировых координатах в группе, то она создастся своим собственным именем и именем всех этих групп. Это, возможно, будет нам неудобно, поэтому мы можем прописать любое имя в поле name. И контролл создастся сразу с введенным именем. Также в скрипте есть возможность создания текста из кривых. В поле create curve text вписываем любой текст, нажимаем кнопку create, и по данной трансформе у нас создается введенное нами слово. Также весь этот инструментарий можно скачать отдельно в виде скрипта ndcurves, где все функции работают по точно такому же принципу. В скрипте также представлен функционал для редактирования кривых. Чаще всего я использую кнопку all vertex, которая выделяет все вертексы всех выделенных кривых, позволяет их редактировать, не выходя из режима object mode, поэтому можно снять выделение, тыкнув на любое пустое пространство, и остаться при этом. Часто при создании контролов бывает достаточно их повернуть по одной из осей на 90 градусов. Так мы можем выделить кривую и повернуть ее на 90 градусов, например, по x. Для этого есть кнопки x, y, z. Повернули. Также можем повернуть ее по оси z на 90 и по оси y. Для редактирования положения кривых можно использовать инструмент moveShape, который двигает выделенную кривую по выставленному значению в ее локальных осях, в положительную или в отрицательную сторону. Если хочется двигать кривую в мировых координатах, здесь есть галочка move in world orientation, по которым кривая будет двигаться в мировых координатах. Если мы хотим подчеркнуть важность какой-то определенной кривой, можем изменить ее толщину с помощью ползунка change thickness. Также изменить размер всех выделенных кривых с помощью ползунка change size. Допустим, хотим сделать эти контролы побольше. При единице на кнопке scale ничего не произойдет. Ставим на 1.2, увеличение на 20%. Или на 0.8, это уменьшение на 20%. Если нужно увеличивать или уменьшать кривые быстрее, то здесь есть модификаторы x2 и x4, которые, соответственно, уменьшают или увеличивают кривые на выставленные. Для изменения цвета кривой можно использовать палитру, палитра выставляет значение цвета по параметру индекса. Если изначально было значение цвета RGB, то оно меняется на индекс. Кнопочка R возвращает дефолтный цвет контроллера, который имеет контроллер при его создании. Также в своей работе я часто использую инструмент change curve. Здесь в статус баре у него есть подсказка. Сначала мы выделяем источник, а потом все цели, которые должны быть заменены на выделенную кривую. Выделяем источник, выделяем все цели, которые хотим подменить. Нажимаем change curve. Также, если мы хотим не заменить кривую, а наоборот добавить к ней новую шейпу, мы можем использовать инструмент ADD. Например, здесь тот же самый принцип. Выделяем источник и выделяем все цели, к которым хотим добавить новую кривую ADD. Теперь, по сути, это две шейпы под одной трансформой. Единая кривая. Благодаря функции combine curve мы можем объединить все необходимые нам кривые под одной трансформой, чтобы создать единую кривую. Точно так же смотрим подсказку. Сначала выделяем все источники, и последним у нас будет цель. То есть все вот эти вот кривые будут помещены под эту трансформу. Не используйте это в риге, потому что это его сломает, так как все вот эти вот цели, все вот эти вот источники, они удалятся. Все, теперь де-факто это одна трансформа. Также мы, если мы создали какую-то свою собственную кривую, и мы, допустим, хотим ее сохранить на будущее, мы можем ее сохранить с помощью инструмента CurveSaver. Выделяем кривую, вписываем имя, под которым хотим ее сохранить. Тест. Если здесь ничего не вписать, то будет взято имя из сцены. Нажимаем кнопочку Save, и кривая появляется в списке сохраненных кривых. Это мы удаляем. Дважды щелкая по элементу списка, мы подтягиваем кривую. Если в этом списке нам кривая уже не нужна, выделяем ее, нажимаем кнопочку Делить SaveCurve. Если NDA CurveSaver находится в рамках основного скрипта, то с ним работает вся та же самая логика. Мы можем сохранить кривую, выделить какую-то другую, какой-то другой Control, и дважды щекнув, подменить этот Control. Либо же, если стоят галочки Control, группы Color, то можем создать группу поверх этого контрола. Также в виде отдельного скрипта вы можете скачать NDA Curve Editor. У него все те же самые функции по редактированию кривых, что и в основном в скрипте. Только для того, чтобы двигать кривые, нужно изначально задать, по какой оси вы хотите их двигать, и также отметить или снять галочку World. И также в Curve Editor есть своя палитра. Также в скрипте я оставил несколько функций, которые сам постоянно использую. Их можно как скачать отдельно, так и использовать в рамках основного скрипта. Первое — это создать локаторы в координатах всех выделенных объектов. Второе — это создать экстра-группу. Экстра-группа — это очень мощная вещь, как мне кажется. Этот скрипт создает, по сути, пустую, ничего не делающую группу в координатах и в иерархии над контролом, который вы выделили. Над любым объектом, который вы выделили. И также следующий скрипт — это создание нижней группы. Тоже порой бывает очень полезно. Точно так же создают группу в координатах и под кривой, которую вы выделили. Кнопочка Curve Command создает команду для создания кривой. Допустим, хотите сохранить какую-нибудь, например, вот такую кривую в виде отдельной команды. Здесь создается вот эта вот билиберда. Ее копируете себе, сохраняете. Можете вставить ее вот сюда. Снимем выделение и активируем эту команду. Создалась записанная нами в виде команды кривая. Также я оставил в скрипте функцию для ренейминга. Очень маленький, очень удобный скрипт. Прежде всего выделяем контролы, которые хотим переименовать. Потом нажимаем кнопку Rename. Они появляются здесь. Дальше мы можем воздействовать на них всех сразу. Например, хочу убрать букву M. Пишу букву M. Нажимаю кнопку Remove. Оно пропадает. Если я хочу эту букву M или что-то еще там дописать, то пишу звездочку, как имя всех наших кривых. И после нее пишу то, что хочу добавить. Также название кривых можно редактировать отдельно прямо в поле с именем. Renamer также можно скачать. Также в функционале скрипта представлен инструмент Mirror Tool. Это инструмент для милера контролов. Чтобы сделать милер контролов, мы выделяем все интересующие нас контролы и нажимаем кнопочку Update List. Здесь он уже сразу нашел все контролы и все их противоположные стороны, на которые мы хотим сделать милер. Так как это рука, нажимаем милер по оси X. Нажимаем кнопочку Mirror. И он правильно отмилерил нам все контролы. Если же наоборот мы хотим, чтобы у нас были не гвоздики, а кружочки везде, то мы можем поменять направление, нажать Update List. И мы видим, что наши выделенные контролы будут милериться сами на себя. Поэтому мы должны выделить, в общем-то, любые контролы. Все равно будет милериться с права налево, как мы указали. Выделим все эти контролы. Сделаем Update List. И мы видим, что средний контролы милериться сами на себя. Левый также сами на себя. А правый милериться на левый. Сделаем милер. И у нас есть кружочки. Как скрипт определяет, на что ему милерить? При нажатии на кнопочку Mirror или Update List мы видим, здесь печатается список из заранее заданных маркеров. То есть это самые популярные, типа большая L, маленькая L, Write, Write с маленькой буквы, Write с большой буквы. И также печатается список всех выделенных нами контролов и их целей. Если цели нет, то пишется Sell. Изначально список маркеров сторон довольно скромен, но мы можем его сколько угодно расширить. Допустим, у нас здесь не обычные названия, а какие-то дебильные, которые там оставили не мы. но такое тоже бывает. Вот. И они к тому же все еще разные. И у нас есть LS, RS. У нас есть Low и Пусть будет Roar. Вот. И, естественно, если мы захотим подменить эти кривые, отмирорить их, то ничего не найдет. Да, одну нашел, так как уже есть заданный классический RL, но вот эти вот дурацкие он не нашел. Для этого мы можем расширить наш список, добавив сюда маркеры. Здесь есть подсказка. Это префикс, срединный маркер, указывающий на сторону, или это суффикс. Если в данном случае это у нас суффиксы, то тогда первым мы пишем знак пробела, LOL. И в R маркере мы пишем тоже знак пробела, пробела, ROR. Если у нас несколько таких дурацких маркеров по значению сторон, то мы пишем вертикальную черту. И пишем следующий маркер, это тоже суффикс, SL. вертикальная черта rs. Суффикс rs. Мы их добавили, делаем update list, выделяем все необходимые кривые, делаем update list, и вот он нашел. Главное, чтобы за пределами суффиксов все остальное в имени объекта было одинаково. Делаем mirror. Все подтянулось. Сюда мы можем добавить сколь угодно префиксов, суффиксов, каких-то срединных указателей. И если мы уверены, что у нас в сцене нету кривых с повторяющимися именами, нету контролов, у которых одни и те же имена, но мы знаем, что у нас для mirror, решающихся кривых, разная длина иерархии, то есть у них там есть какие-то дополнительные группы между их иерархией, мы можем здесь снять галочку иерархии, и тогда он не будет чекать нам длину иерархии, если мы уверены, что у нас нет повторяющихся имен. Также по дефолту mirror контролов осуществляется в их локальных координатах, если мы хотим отражать в мировых, здесь есть для этого галочка World. ND Mirror Tool также можно скачать отдельно. Большое спасибо вам за просмотр. Скачать скрипт вы можете по ссылке в описании, как и все отдельные скрипты. Можете скачать с сайта Gumroad, напрямую с моего GitHub вы можете загрузить проект, или напрямую с Google Диска. Все ссылки в описании. Скрипт абсолютно бесплатный. Я буду очень рад вашему фидбэку. Для тех, кто пишет на языке Python, я буду очень рад фидбэку по Python. Если вы нашли какие-то баги, или у вас есть идеи, как улучшить скрипт, тоже очень жду вашего фидбэка в комментариях. Огромное вам спасибо за внимание. Также хочу сказать огромное спасибо людям, которые помогали мне в написании этого скрипта. В первую очередь большое спасибо Олегу Крякину, который очень мне помогал в понимании того, как работает Python в мае. Также большое спасибо Артему Смодракову, который очень мне много подсказывал всего полезного по Python. И отдельная большая благодарность Роману Володину с курса Animation School программирования в мае, на курсе которого я впервые вообще и начал изучать эту тему. И сейчас пишу скрипты для себя, для своей работы, для своих коллег. Большое им всем огромное спасибо. Большое спасибо опять-таки вам за внимание. Надеюсь, вы найдете этот скрипт полезным. Пожалуйста, качайте его, распространяйте, он абсолютно бесплатный. Большое вам спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok